Добро пожаловать дамы и господа на новый пререлиз, точнее это не пререлиз, это кандидат на релиз, новая версия, точнее как новая, вообще-то довольно старая. Не переживайте, сейчас я вас всех красивенько введу в курс дела, и вы будете всё понимать. Я прошу прощения, что в последнее время очень много видеороликов по адскому обновлению, но по-другому никак, потому что выходят снэпшоты, релизы, многие люди просят меня, Неркин сделай обзор, Неркин сделай обзор. Я даже специально оставил этот кандидат на релиз, для того чтобы не делать именно обзор на него, потому что вдруг разработчики ещё захотят сделать какой-то другой кандидат на релиз, и придётся ещё одно видео делать, потому что я уже если честно задолбался. Но в последнее время на стримах и в комментариях я часто замечаю вопросы Неркин, а что такое РЦ, Неркин сделай обзор на РЦ. Поэтому сегодня я совмещу некое приятное с полезным, расскажу что такое РЦ, покажу сам снэпшотик, и покажу вам как же нужно подготовиться к версии Майнкрафта 1.16 под названием адское обновление или же обновление Незера. Слишком долго болтали, поэтому будем начинать, погнали! Для начала давайте я вам расскажу, что же означает словосочетание РЦ. Вообще-то это аббревиатура от слова релиз-кандидат, то бишь кандидат на релиз. Подобные классификации для версии Майнкрафта уже давным-давно существовали, ещё почти 9 лет назад, 13 ноября 2011 года. И это очень давно разработчики, почему-то от этого решили отказаться, но теперь решили это опять-таки вернуть сюда к нам. И они это аргументировали следующим образом, если всё будет хорошо именно с этой версией, то есть она не покажет каких-то критических багов, то именно она, эта версия, будет уже релизной версией, и выпустится под грифом 1.16. Разработчики Майнкрафта специально это сделали, чтобы не выпускать миллион различных версий, то есть не 1.16.1, 1.16.2, как это было с 1.14.4, а чтобы полноценной и последней версии была только 1.16. С одной стороны это очень удобно, с другой стороны, да всё равно прикольно. Так что разработчики огромнейшие молодцы, я надеюсь вы теперь понимаете, что такое РЦ, это релиз-кандидат, то бишь кандидат на релиз. Не знаю будут ли разработчики выпускать именно подобные классификации снэпшотов, но я так думаю, что это лучше нежели выпускать миллион одинаковых версий 1.16.1, 1.16.2 и так дальше, и тому подобное. Ну а первое довольно важное изменение, которое коснулось именно этого кандидата на релиз, это то, что разработчики наконец-то пофиксили этот тупой баг. И я не знаю почему, но именно до этой версии в багровых лесах появлялась парящая лава, мы это уже не раз с вами видели, а также и генерировал санилий. Разработчики что-то там поделали, почирикали, и бум выпустили нам нормальное, потому что мы уже не раз замечали то, что висит блок лавы, и с ним ничего не сделаешь. Так что теперь этого не будет. Также существовал один очень страшный баг, если вы заспамните очень много яиц черепах, прям действительно много, прям очень-очень много, и впустите на это поле яиц каких-то враждебных мобов, и они начнут топтать эти яйца, то произойдёт огромнейший краш вашей игры. Ну вообще-то я ваш краш, но вы понимаете. Но сразу говорю, вам нужно прям действительно очень много подобного сделать, чтобы прям сломать игру. И также наблюдались некоторые моменты, что прям мир мог вообще сломаться, то есть я не понимаю как это работает, но всё же разработчики пофиксили этот баг, и теперь всё будет хорошо. Также был очень занятный баг, связанный с камнерезом. Если например вы хотели из камня сделать так чего-либо, например тех же самых каменных ступенек, и сразу забирали их, то игра крашилась, прям полностью, прям в щепки. Ну и понятное дело, ваш мир мог спокойно крашнуться, и вы не смогли бы на нём играть. Поэтому всегда делайте бэкапы и не играйте на снапшотах. На носу релиз, а вы до сих пор не купили себе лицензию Майнкрафта, ай-яй-яй. Ничего страшного, ведь можно купить на сайте nerkinshops.ru по довольно низким ценам, потому что Nerkinshops теперь это магазин цифровых товаров, там можно купить ключи к играм, также ключи к Майнкрафту и Майнкрафт Данженсу. Милости прошу. Ссылка в описании. Ещё один очень занятный баг, который исправили, и он вообще не должен был быть багом, а какой-то специальной возможностью гастов, потому что гасты не должны были тебя замечать, если они, перестаньте меня видеть, если они не видят тебя теперь, гасты будут агриться на вас и стрелять своими фаерболами только в том случае, если они увидят вас на своём уровне зрения. То есть, скажем так, ваши глаза соприкоснутся, как вот прямо сейчас таки произошло. Видите, он меня видит, да, и мне бан приходит. То есть, вы видите, да, он даже прям вот смотрит на меня, и в обычной версии Майнкрафта он бы уже начал меня пулять своими фаерболами, потому что каким-то образом он меня мог бы заметить. Сейчас же он должен спуститься на уровень ниже, чтобы меня увидеть, потому что я всё-таки как-никак маленький. Скажем так, мы встретимся нашими взглядами, и только тогда, видите, 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 он спустился на уровень мой, и начал меня пулять своими фаерболами, то есть он меня заметил. Это очень удобно, и это должно, это должно быть так, а не то, что они летают сверху и начинают сразу в тебя пулять своими фаерболами вонючими. О, видите, он меня опять-таки увидел, и всё, это началось. Это прикольно, мне это нравится. Разработчики молодцы, за это им огромное спасибо. Если кто вдруг не смотрел мой предыдущий обзор снэпшота, точнее при релиза, то я вам напомню, что завтра уже 23 июня, это будет вторник, разработчики официально выпустят новое обновление Майнкрафта 1.16, адское обновление, или же обновление, ну вы в общем понимаете. И что самое главное, это обновление выйдет сразу на все платформы, то есть на PlayStation 4, на Xbox, на ПК, на Windows 10, на телефоны, на планшеты и тому подобное. То есть все, все игроки на всех различных устройствах, на которых существует Майнкрафт, сразу же получат это обновление. Пока что я не знаю во сколько это будет, но скорее всего я так думаю где-то около 15.00 по МСК, 16.00 по МСК, где-то в такое время оно должно выйти, в общем как из снэпшота всегда выходит. И понятное дело не стоит забывать, что я сделаю полноценный обзор Майнкрафта 1.16, где расскажу про все нововведения, это будет очень интересное видео, так что ждите. Все мы с вами любим и обожаем сплэши, особенно если в них находятся какие-то пасхалочки, либо отсылочки, либо крылатые фразочки. В этот же раз разработчики нас немножко удивили и сплэши, которые связаны с эпидемией ковид-19, больше не перезаписывают обычные. Таким образом они стали официальными сплэшами, которые будут кочевать с версией версию, пока разработчики не решат их удалить. Я думаю вы их встречали такие, как например, мойте руки чаще, либо же чихайте в свой локоть, не трогайте свое лицо, поддерживайте малый бизнес и тому подобное. Таких было несколько, и теперь они стали все официальными. Еще есть изменения со сплэшами, которые связаны с тем, что разработчики удалили сразу 13 старых сплэшей. Если честно, я их наблюдаю, вы их тоже. И как по мне, эти снэпшоты очень старые, я их даже если честно не видел. Если они и появлялись, то я попросту не обращал на них внимание, но они действительно какие-то мне незнакомые. Но нет хода без добра, и разработчики добавили сразу 18 новых сплэшей. Вы сейчас их тоже видите на экране, они очень крутые, и в некоторых из них, вы наверное найдете пасхалки и отсылки, такие как Буши Эйрбровс, возможно это отсылка на Мистера Брежнева, у которого слишком огромные были брови. Музыка сделана Леной Рейн, Оу Мэн из песни Крипа Оу Мэн. Либо тоже самое Also Try Minecraft Dungeons. Что самое главное, мне нравится очень сплэш под названием May Contain Traces of Citrus, что переводится как может содержать цитрусовые, хотя в Майнкрафте цитрусовых как вы знаете нету. Поэтому возможно это какой-то намек на следующее обновление. Ну а теперь то возможно, что вы так долго ждали. Как же все-таки скинуть свой Незер к заводским, скажем так, настройкам? Есть два варианта и несколько советов. Первым делом я бы посоветовал Вам то, чтобы Вы не оставляли своего игрового персонажа в Незере, потому что есть шансы того, что если Вы останетесь в Незере, то после того как Майнкрафт заново сгенерирует Вам Незер, Вы можете остаться где-то в блоках. И это будет не очень красиво, не очень хорошо, и есть шанс того, что Вы потеряете свои вещи. Так что не оставайтесь в Незере, а переходите опять-таки в наш главный мир. Теперь рассказываю Вам первый способ, самый простой и скажем так самый обычный. Это ничего не трогать. То есть как я Вам сказал, выйти из Незера и запустить свой мир на версии 1.16. Плюсы этого способа в том, что Ваши постройки в Незере останутся. То есть например, если Вы построили там какой-либо дом, или какую-то там железную дорогу, кто его знает, они останутся, и с ними ничего не случится. Минусы же этого способа то, что если Вы вокруг своего скажем так портала, в большом радиусе много чего исследовали, то Вам придётся очень и очень долго идти куда-то, чтобы сгенерировать новые чанки, в которых появятся новые вещи в Незере. Я думаю Вы понимаете о чём, потому что новые вещи, такие как новые биомы, либо же порталы, либо бастионы, они не могут сгенерироваться в старых чанках, они генерируются только в новых. Поэтому Вам придётся идти очень долго. Если Вы недалеко отходили где-то сразу нашли свою адскую крепость, то милости прошу можете оставаться так, и просто возле себя дальше исследовать новые территории, и прогружать новые локации. Ну а вот второй способ будет немного посложнее. Зайдите в Майнкрафт, версии в которую Вы играете, найдите свой мир, например вот в Майнкрафт 1.15 хардкор. Нажмите кнопочку настроить, а затем нажмите кнопку Создать резервную копию. Всегда создавайте резервную копию, когда будете что-либо делать. И как видите, у нас создалась копия размером 157 мегабайт. Если не ошибаюсь, это мой самый первый хардкор мир, я его сохранил понятное дело, но в него не играл, потому что здесь умер. На всякий случай зайду в ад, покажу Вам что здесь есть. Как видите здесь самый обычный ад, в нём нет ничего интересного, поэтому я возьму и вернусь обратно, потому что я Вам это советовал сделать. После этого всего заходите в свою папку updata roaming.minecraft saves, и ищите свой мир, в котором Вы только что играли. Вот это мой мир, и смотрите что нас интересует. Есть у нас две папки, dim1, dim-1. Первая папка dim1 она отвечает у нас за мир края, то есть её мы не трогаем, а dim-1 уже отвечает за Незер. Видите он не прогружен, 28 мегабайт, а вот dim1 не прогружен, потому что я ещё не был в мире края. Что мы делаем дальше? Мы берём папку dim1 и удаляем её. На всякий случай Вы можете её взять, нажать Ctrl-C и Ctrl-V, то есть скопировать это будет как dim1 копия, она никак не будет видна Майнкрафту, но у Вас будет скажем так именно бэкап только Незера Вашего. Но на всякий случай мы сами уже сделали бэкап. После этого нажимаем на эту папочку, и нажимаем кнопку Делит. Бумц, она удалилась, и теперь обратно переходим в Майнкрафт. Вот и всё, мы опять зашли в этот шумный, лагучий мир. Открываем наши ворота, заходим в Незер, Вы помните каким он у нас был. Загрузка территории, довольно быстро. И есть, мы с вами появились, видите кардинально сильно он не поменялся, но у нас сразу же есть вот золото, как видите. Ходят зомбифицированные пиглины. Немножко подлечу, чтобы найти какой-то новый бьём, потому что у нас только Незерские пустоши. И вот смотрите, сразу же у нас появились багровый лесообьём. Это очень круто, это очень удобно, выбирать какой из способов подходит Вам, Вы уже сами должны. Потому что этот метод подходит разным миром. Если Вы далеко не ходили и ещё ничего не исследовали, то оставайте всё как было. Если у Вас прям очень жёстко забитый Незер, и чтобы генерировать новые чанки Вам нужно идти очень далеко, то советую сделать второй способ. Но во всех способах, на всякий случай делайте бэкапы. Я не буду виноват, если у Вас что-то пойдёт не так. Если я вдруг что-нибудь забыл, то милости прошу, напишите мне про это в комментариях, я лайкну Ваш комментарий, и это видео станет ещё более информативным. Ну а с Вами как всегда был Ян Эркин, и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому! Ещё услышимся!